Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И прежде всего хочу поздравить вас с наступившим 2021 годом, пожелать вам всего самого лучшего, всего самого доброго. Не оглядываться на тот год, который был очень сложным, 20-й, а принять это как хороший урок, который, наверное, неспроста был нам дан, чтобы мы научились ценить друг друга, научились замечать порой самые незаметные вещи, научились ценить природу, свежий воздух, лучик, солнышко и всё остальное. Я думаю, что вы понимаете, о чём я говорю. Мы все стали сильнее, мы все стали старше на один год, но впереди у нас очень много новых, очень хороших, светлых дней, светлого времени. Я надеюсь, что должно всё измениться в лучшую сторону. Многие астрологи об этом говорят, что 2021 год – это начало новой эры Водолея. Ещё раз поздравляю вас с этим наступившим Новым годом. Полюбуйтесь, какая у нас новогодняя, поистине новогодняя погода сейчас за окошком. И я решила сегодня включиться, потому что, честно говоря, я по вам уже соскучилась. И особо показывать-то нечего, но всё-таки немножечко покажу, чем же я занималась всё это время перед Новым годом, что я делала, что я вытворяла. Итак, связались у меня ещё одни носочки. Они немножко в другой интерпретации. Возможно, вам это даже понравится больше, вот эта пара носочков. Первую я вязала для дочери. Уже, конечно, успешно подарила ей. Сколько же было радости. Вы знаете, мы, наверное, никогда не расстанемся с детством. В любом возрасте мы верим в какие-то чудеса, в сказку. И я даже не ожидала, что вот такая пара носочков вызовет столько эмоций у неё. Она мне говорит, что они ходили перед Новым годом, в общем, ночью с 30 на 31 ходили жарить шашлыки в лес. И она одевала эти носочки. Она говорит, мама, как же тепло ножкам, я совсем не замёрзла. Спасибо тебе большое. Так что делайте вот такие сказочные подарки друг другу. Ну, а вторые носочки я связала своему любимому Лёшику. Как вы видите, здесь нет вот этой фантазийной пряжи. То есть борода здесь полностью состоит из махера. То есть нет, я не привязывала здесь вот эту толстую пушистую бороду, которая была в первой паре для дочери. Это тоже очень красиво смотрится. Что я здесь ещё изменила? Немножечко расскажу. Во-первых, подняла лицо Деда Мороза вверх. И когда мы одеваем вот эти носочки, вот посмотрите, у нас как будто на нашей ножке, на икре, да, на нашей голени, вот всё лицо, как бы всё находится там. И это очень классно смотрится. Ну, посмотрите, какое чудо. Так что не расстраивайтесь, если у вас нет вот этой фантазийной пряжи травка. Всё гораздо можно проще сделать. Это и быстрее, и это тоже красиво смотрится. Здесь просто намотанные ниточки, я уже показывала вам, как я это делаю, на картонку. Сняты и не разрезаны. Обратите внимание, что борода, вот эта часть бороды не разрезана. Просто вот эта вот стопка пришита к носочку. И вторая часть, это уже усы, то есть это у нас борода была не разрезанная, а усы такие же, как и в первой части носочков. Я всё это вам показывала в подробном мастер-классе. Есть мастер-класс по вязанию таких носочков. Но вот это немножко другая интерпретация. Так что вот присмотритесь и к этим носочкам. Вот видите, здесь очень коротенькая резиночка. То есть, вот буквально там 6 сантиметров. Ещё что я меняла, вот этот колпак, я немножечко сделала его побольше. То есть, провязала прямо на пару рядочков больше, а потом начала делать сужение. Ну и бубенчик здесь тоже сделан из махеровой пряжи. Кстати, дешёвая, вот этот колючий махер. Я не знала, куда его пристроить. А теперь я думаю, как жалко, что у меня этой пряжи уже практически не осталось. Так что вот вы видите, что вся пряжа идёт в ход. Если, конечно же, немножечко включить свою фантазию, и всё пойдёт в дело. Да ещё какое дело, вы посмотрите, какая красота получается. Ну и связаны они из опала. Это пряжа по германской технологии. Я не перестану хвалить эту пряжу, хоть она немножечко и дороговата. Но я вам её рекомендую. Во-первых, носочки очень долго не протираются. И если добавить, вот повторюсь, сюда ещё какой-нибудь тоненький махер. Вот здесь вот у меня добавлен кидроял, который от Ализе. Вот. Да сейчас я прям вам покажу эту пряжу, чтобы, может быть, кто-то недавно присоединился, чтобы вы понимали, что у вас может получиться при такой смесовке. Итак, вот это носочная пряжа опал 425 метров. Кстати, очень большой выбор в куделе. Кудель – это интернет-магазин, который и являлся спонсором вот этой пряжи опал. И вторая пряжа, которая вот в этих носочках – это вот Ализе. Дешёвый, кстати, но, на мой взгляд, неплохой махер. Он не такой колючий, как от Янарт. Вот кид махер, кид роял. Вот две пряжи. Конечно, здесь другой оттенок. Здесь, как это назвать, секционная пряжа. Секционного окрашивания опал. И вот этот вот махер. Так что, вот эти две смесовочки дают нам, во-первых, носочек немножко толще и намного теплее. Так что, вот такие два братика, два Деда Морозика у меня появились для Лёшика. Так что, Лёшику очень нравится, и он с удовольствием будет носить эти носочки. Что же я ещё связала? Я ещё связала вот такую шапулю. Вязала я, в принципе, её очень торопилась для дочери. Но дочери не подошёл цвет этой пряжи. Она похожа на меня, я имею в виду дочь, но глазки у неё голубые, у неё такое нестандартное. Она голубоглазая брюнетка, и, в общем, кожа лица тоже более белая, чем у меня. В общем, она шапкой некрасиво смотрится, какая-то она уж совсем бледная становится. Вязала я шапку обычной полупатентной резинкой. Я думаю, что вы знаете, как вязать этот узор. То есть, что мы делали? Делаем первый ряд провязываем лицевая и изнаночная, а во втором ряду лицевую провязываем на ряд ниже, изнаночную, как обычно. И вот эти два ряда чередуем. Следующий ряд опять у нас лицевая и изнаночная, а ещё через ряд, получается, лицевую провязываем на ряд ниже. Вот такая шапка у меня получилась. Здесь 80 петель, но и спицы четвёрка. Спицы четвёрка. И, наверное, нужно было бы на пару-тройку, ну, наверное, на 4 петли. Я думаю, что на 76 петлях это бы смотрелось бы немножко, ну, меньше по размеру и, может быть, лучше бы сидела на голове. Хотя и это тоже неплохо. Я не делала здесь вот этот ряд для фиксированного отворота. Шапку можно носить как в два оборота, так и в один оборот. В общем, по-разному одевать. В общем, вот такая шапочка у меня связалась. Вязала я её из остатков пряжи. Кстати, вот сейчас вам расскажу свои эмоции и своё мнение по поводу китайской пряжи от Color City. Кенгуру вот которая, которую заявляют, что там много шерсти и 5% всего акрила. На мой взгляд, там практически шерсти нет. И вы, наверное, были правы, когда мы с вами вязали из этой пряжи платье. По-моему, мечта называется платье. В общем, что хочу сказать. Вот если вязать чисто из этой пряжи, то она очень сильно, ну, катышки появляются. В этом шарфике я его очень часто ношу. Он, конечно же, тёплый. Я его люблю. Это шарф-трансформер. Если вы помните, есть на канале такое дело. То есть он одевается, как... Можно одевать как шарф, можно одевать как рукава. И получается такое болеро с длинными рукавами. Люблю этот шарф, но пряжу эту покупать больше. Не буду. Вот у меня оставалось совсем чуток этой пряжи. Хватило на вот такую длинную шапку. Шапка, наверное, в длину, ну... Я не знаю, сантиметров сорок. Вот так вот, наверное, точно. Ну, в общем, я вывязала всё под ноль. Я даже, честно говоря, его не мерила, эту шапку. Вывязала всё под ноль. Единственное, сюда вот опять же добавила вот этот махер от Ализе Кидроял. И ещё у меня здесь добавлена пряжа шёлковый блеск. Очень похожего оттенка. Вот она эта пряжа шёлковый блеск, оттенок лёд. Ну, о ней мы сейчас говорить не будем, потому что сняли с производства. В общем, здесь получается смесовка вот этой кенгуру вул, потом шёлковый блеск. И в конце добавлен вот этот махер от Ализе, который я только что вам показывала. В общем, шапка обычная, но такая достаточно тёплая, лёгкая. И, конечно же, теперь у меня получился вот такой комплект. С этим шарфом смотрится очень красиво. Закрывала я здесь очень просто. То есть, буквально два рядочка я провязала просто резиночкой один на один. То есть, здесь была патентная резинка, потом два ряда перешла на резинку один на один. И просто собрала петли иглой и стянула макушку, закрепив, как бы эти петельки потом, ну, хорошо закрепив, чтобы эта петля не растянулась. Вот, в принципе, и всё. Вот такая шапка у меня получилась. Связалась она достаточно быстро. Ну, я торопилась. Я торопилась перед Новым годом. Видите, зря торопилась. Пришлось. Подарок, который для дочери был предназначен, остался у меня. Ну, и, конечно же, получился вот такой красивый комплект вместе с шарфом-трансформером. Сейчас я ещё подумываю, у меня есть ещё одна идея к этой шапочке связать из фантазийной пряжи, вот этой лохматой, которая травка, ну, такую, как повязку. И можно одевать, и будет шапка для снегурочки. У меня, кстати, есть пальто в этом же стиле для снегурочки, и тогда можно просто идти и поздравлять народ прямо на улице, потому что костюм снегурочки готов. Что вот хочу ещё сказать по поводу вот этой пряжи китайской от Color City, кенгурувол. Вот, смотрите, у меня есть платье. Я, кстати, его принесла, сейчас покажу. Вот оно, это платье. И здесь как раз вот эта пряжа кенгурувол и вот этот оттенок лёд-шёлкового блеска. Вот когда эта пряжа смешивается, то тогда, ну, катышей, вот, ну, совсем мало. Они, может быть, и появляются, но, если честно, это небо и земля, если сравнить вот с этим шарфиком, который связан чисто из пряжи кенгурувол от Color City. Так что вот я к чему всё это говорю, что если немножко пофантазировать и смесовать пряжу, то это будет совершенно другой эффект и катыши у вас не появятся. Я тоже это платье ношу очень часто, я его люблю. Есть и мастер-класс на канале, оно вяжется очень-очень просто. Оно тёплое. Ну вот, смотрите, ну, если присмотреться, да, может быть, где-то и вот появляются катыши. Ну, это, я ещё раз повторюсь, это небо и земля, если сравнивать с шарфиком. Так что не расстраивайтесь, если у вас есть какая-то пряжа, это не обязательно там кенгурувол, может быть, ещё какая-то пряжа, которая вот подвержена катышем, да. Не расстраивайтесь. Возможно, вы можете её, может, с чем-то смесовать, и тогда вы будете довольны. Ну, во всяком случае, деньги не пропадут, и вы будете носить своё изделие с большим удовольствием. Так что всегда, я думаю, есть выход из положения. Буду ли я покупать эту пряжу? Нет, больше не буду покупать. Это моё мнение. Конечно же, эти вещи я буду носить, всё хорошо. И шарфик ещё в этом сезоне поношу, и платье это буду обязательно носить. Но, ну, как бы, покупать, конечно же, эту пряжу я не буду. Теперь я вам обещала ещё показать, после того, как я какое-то время поношу пряжу от Камгарн. Это вообще дешёвая пряжа. Мы из неё с вами вязали накидку, которая называется Иллюзия. Накидка была связана крючком. И из остатков я вязала себе вот такие гетры, из которых я не вылазила. Это не преувеличение. Вот всё это время мы ходили гулять, и очень часто, практически каждый день. И я всегда одевала вот эти гетры. Вот, относив их где-то неделю, сегодня, вернее, вчера я их постирала, сегодня они высохли. Пряжа стоит 300 рублей, по-моему, 200 грамм. Эта пряжа называется Папати Ангора Кейк. Тоже в куделе очень большой выбор. И вот, посмотрите, катыши, конечно же, есть. Но вы извините за такую цену. И, ну, как бы, мы же понимаем, что это гетры, да? Это не плечевое изделие. То, я думаю, что вполне достойная пряжа по такой цене. Я бы, честно говоря, даже связала и какое-то плечевое изделие. Потому что пряжа очень-очень лёгкая. Вот в этом её плюс. Она даёт хороший объём. И в то же время она очень лёгкая и очень экономичная. В общем, это мои первые гетры. Я планирую связать ещё несколько пар. Потому что, ну, те, кто живут на севере, там, ну, вот, я живу в Москве. У нас холодно, влажность бывает очень повышенная. И я ощутила всю прелесть вот гетра. Почему я раньше как-то их, ну, отодвигала, как-то даже, не знаю, мне даже не нравилось, что ли. Сейчас ношу с удовольствием под дутики. Вот сюда я, кстати, ещё вставила спандекс. Вот вы видите. Чтобы хорошо фиксировать по ноге. Это я когда дома одеваю их на голые ноги. То вот одеваю вот этой стороной вверх. А вот это у меня получается низ. Когда иду на улицу, то у меня наоборот. Вот, поскольку гетры одеваются на какие-то, ну, на что-то. На лосины, на леггинсы. Вот, поэтому мне не нужно, чтобы туго было. В принципе, когда на какую-то ткань, то и вот так вот хорошо всё держится. Поэтому для улицы я меняю. То есть, с головы на ноги переворачиваю. Или с ног на голову. И ношу другой стороной. Так что, девочки, попробуйте связать. Какой комфорт, как тепло, как уютно. Вы не хотите уходить с улицы. Потому что, ну, вы себя чувствуете как в печке. Хочется ходить, хочется бродить, хочется гулять. И наслаждаться зимушкой, зимой. Давайте ещё раз полюбуемся за окошком. У нас вот такая. Немножко пасмурно, но вы посмотрите, какой сказочный снежок. Нет ветра. Прямо пойду и погуляю пару часиков на улицу. Сейчас загружу ролик и пойду гулять. Всё, мои хорошие. На этом я буду заканчивать немножечко такое сумбурное видео. Очень мне хотелось с вами пообщаться. И я вас всех ещё раз поздравляю с наступившим Новым Годом. Всех обнимаю. Всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok